добрый вечер всем сейчас запускается прямой эфир буквально несколько секунд для проверки добрый вечер здравствуйте да очень приятно вас видеть здесь и буквально несколько секунд мы подождем и будем начинать эфир потому что он сегодня особенно интересен хотя сложно сказать когда особенно кому как у каждого свои задачи с которой на эфир приходят на разные темы здравствуйте присоединяйтесь этот эфир будет сохраняется обязательно и конечно его можно будет посмотреть ну что же так как этот эфир обязательно будет сохранен я думаю что мы можем начинать и если будут вопросы в процессе их можно будет задавать я отвечу на них обязательно добрый вечер всем ну что ж меня зовут юлия рослова я нлп тренер соучредитель института и нлп практикующий психолог и сегодняшний эфир я решила посвятить теме нлп вместо истерики как практические техники практические подходы к самому себе могут позволить управлять своими эмоциями и принимать эти или иные решения в ситуациях когда эмоции захлёстывают и очень часто мы оказываемся в ситуациях когда либо в нас что-то включается да и нас просто несет эмоционально либо вокруг нас находится кто-то кто близок к состоянию истерики неуправляемым эмоциям и как себя вести как помочь человеку выйти из этого состояния тоже было бы неплохо знать потому что эмоции это такая штука она интересная она прикольная иногда очень мешает жизни особенно если она не на своем месте да или в неудобное время запускается итак нлп вместо истерики и не на чтобы запустить эту тему и рассказать о ней как можно объемнее мы подготовили какое-то количество вопросов самых злободневных что называется фактически связанных с тем что в нашей жизни может происходить и мы можем этими вопросами задаваться да нам не всегда есть кому эти вопросы озвучить поэтому мы сегодня обсудим если у вас в процессе будут возникать какие-то свои мысли и вопросы связаны с вашими жизненными ситуациями можете писать в комментариях я тогда тоже на них буду отвечать и давайте начнем вот с такого общего взгляда на то что же такое истейка вообще что это такое почему она а может возникать и что ну что ее запускает не может быть насколько она может быть проявлено как правило мы знаем что истейка это очень яркие эмоциональные перезвания которые абсолютно и ну и практически не поддаются самоконтролю ни внутреннему ни внешнему да если истейка у человека началась ее очень сложно прекратить так вот если мы говорим об истерике давайте обратим внимание на тот факт что в принципе такая стратегия поведения она имеет под собой определенную цель соответственно если человек запускает а вот такую форму эмоционального реагирования следовательно у него есть какая-то идея так внутри осознаваемая или неосознаваемая идея о том что он хочет тем самым через эту истейку что-то для себя получить важного и ценного вот и соответственно истерика может ему в этом помочь поэтому конечно же мы сразу делаем отсылку к тому что такая стратегия поведения формируется в раннем детстве да и делаем отсылку к тем детским истерикам которые возникают фактически ситуация когда ребенок познает мир когда он учится этим миром управлять первое с чего человек ребенок начинают учиться с того что он просто а что-то просит говорить да и он это получает или не получает и если например ребенок попросил да и он эту вещь или что-то хочет достаточно сильно а ему отказали ребенок начинает просто наращивать интенсивный просить более настойчиво включать какие-то такие состояния более требовательные гневные он начинает подключать плач слезы крик и так далее вот и в принципе ситуация такова что зачастую просьба ребенка удовлетворяется достаточно быстро и если баланс соблюден ребенок с какой-то силой что-то хочет получить и родитель в принципе не против его желание удовлетворить ребенок получает что хочет и в общем то в дальнейшем такая стратегия правильно попросить донести свою мысль и получить в результате то чего ты хочешь закрепляется как адекватная стратегия получения желаемого и взрослого человека но если например ситуация такова что ребенок хочет хочет сильно хочет настойчиво но родители не готов удовлетворить его желание то ребенок начинает наращивать интенсивность требования и если когда ребенок просит спокойно родители удовлетворяли цвет и punj Protocoli как upperc namely ты начинает наращивать децибел их громкость арь интенсивность а родители не выдерживая ребенок получает желаемое она и соответственно Один, два, три повторения вот такого сценария закрепляет в голове у ребенка очень простую логическую цепочку. Чем сильнее я кричу, чем больше я требую, тем легче и быстрее я получаю. Это прекрасное основание для того, чтобы стратегия, поведенческая стратегия закрепилась. Здесь мы говорим даже не об эмоциях. Вначале речь идет не об эмоциях, а именно о проверке форм поведения. Потому что ребенок, маленький ребенок, когда изучает мир и когда он плачет, капризничает, зачастую его капризы являются некоторой игрой. Он на самом деле не страдает так, как он хочет это показать. Потому что если, как только вы удовлетворяете его требования, он успокаивается мгновенно, от слез не остается. И следовательно, мы понимаем, что все-таки ребенок получил, чего хотел, но на самом деле там не было никаких эмоций, это была манипуляция в чистом виде. И для ребенка, для маленького ребенка это нормально, потому что познание мира для него является важным, для него это в приоритете. И в принципе, если стратегия дает результат, стратегия остается и закрепляется. Если стратегия результата не дает, стратегия перестает использоваться. И постепенно истерики сходят на нет, и ребенок применяет их все реже и реже, и потом перестает применять вообще. Я думаю, вы могли сталкиваться, может быть, в своей жизни со своими детьми, или наблюдая окружающих детей, что есть дети, которые перерастают возрастом 2-3-4 лет и перестают истерить. Ну, то есть, да, каждый ребенок через этот этап проходит, а потом в какой-то момент просто начинает получать то, чего он хочет, какими-то другими способами. И, в принципе, с высоким коэффициентом удовлетворения. То есть, если это можно получить, ты это получишь, да, ты можешь попросить, ты можешь заслужить, заработать, ты можешь каким-то образом обосновать, что тебе это нужно. А может быть, тебе это действительно не нужно, ну, окей, забыли, проехали, живем дальше. Но есть люди, у которых такая стратегия поведения фиксируется, фиксируется жестко и остаются, в принципе, ну, можно сказать, на всю жизнь. И, в принципе, есть у нас такая идея, что девочки, да, в дальнейшем женщины, они больше себе позволяют именно вот такие формы поведения запускать. То есть, женщины, говорят, более истеричны, они больше эмоциональны. Ну, наверное, здесь имеет место некоторый такой вот культуральный, что ли, подход к воспитанию девочек и мальчиков, да, что мальчики более сдержанные эмоционально, ну, как бы не к лицу истерить, плакать, валяться на полу. Ну, девочкам больше позволяется, их больше балуют, и поэтому их истерики чаще дают им результат, соответственно, женщина может и во взрослом возрасте позволить себе пользоваться этой стратегией. Но печаль в том, что когда взрослая женщина замечает за собой, давай так, наверное, даже не замечает, знает за собой вот такие стратегии поведения и включает их в коммуникацию со своими близкими, ну, как правило, наверное, уже чаще с супругами, партнерами, то они, стратегия запускается, но женщина не всегда, может быть, ей сама и довольна, может быть, ей самой не нравится, что вот ее иногда вот накрывает вот это желание, вот эти эмоции захлестывают, и она ничего с собой поделать не может, хотя она понимает, что, ну, неплохо бы уже как-то, ну, может быть, другим способом получать, там, как-то договариваться, может быть, где-то, ну, отказаться от чего-то, что ты не можешь получить прямо здесь и сейчас, но все-таки наш мозг такой, что если он какую-то поведенческую стратегию очень хорошо отработал, то он запускает ее мгновенно, и это очень трудно рефлексируется, особенно если над этим специально не задумываться. И по факту, ой, ну, я планировала, что я думала, что я больше никогда не буду закапывать эти христили, извините меня, пожалуйста, ну, я не задержалась, она как бы сама. Вот, но с собой тоже можно работать и можно научиться, или так, давайте так, переобучить себя на какие-то другие реакции, научиться успокаиваться, научиться другим вариантам достижения своих целей. Вот, я посмотрю, что там было написано про стратегии, да, ну, это вот она такая, достаточно опасая, и она так работает. Итак, вот, что же нам может позволить быстро справиться со своими эмоциями? Вот, допустим, вы оказались в ситуации, в которой эмоции уже достаточно сильны, вы их уже ощущаете, вы уже в них находитесь. Вот, вот, как в том анекдоте, да, разгон от милой зайки до жуткой стервы, да, или там, вот, до жуткой истерики, там, 0 сотых доли секунды, да, вот, фактически мы об этом говорим, когда процесс происходит, разворачивается очень быстро. Вот, что же делать, когда вы уже оказались в эмоциях, в состояниях, и в какой-то момент вы осознались, что вы в этих эмоциях. Да, вы еще пока их не погасили, да, вы еще пока не знаете, что делать, вы не знаете, как из них выйти, но вы уже понимаете, что да, вы вошли в состояние интенсивных эмоциональных призываний. В этот момент, как только вы осознали, вы получаете возможность трансформировать свое состояние. То есть, фактически, осознание – это 50% решения задач. И что вы можете сделать? Вы можете вот эти, вот это свое состояние прочувствовать, прочувствовать своим телом, и вы прекрасно понимаете, что в состоянии эмоционального переживания, все тело включено в это состояние переживания, вы это ощущение ловите и мысленно, как бы, выносите его и помещаете рядом с собой. Да, то есть, вы фактически, как бы, снимаете вот это состояние, как на некоторую одежду, да, или какой-то образ, как бы, себя вытаскиваете, помещаете его рядом с собой, и вы можете заметить, что внутреннее состояние, оно меняется. И интенсивность оставшегося состояния, она будет ниже. Но здесь у всех по-разному. У кого-то интенсивность может серьезно снизиться, у кого-то снизится совсем чуть-чуть. Но если вы заметили, что состояние внутреннее поменялось, вы просто продолжаете делать вот это же упражнение. То, что осталось, вы точно так же ощущаете телом и тоже выносите его в сторону. И снова то, что осталось, ощущаете и снова выносите это в сторону. Фактически, это определенная стратегия диссоциации, да, стратегия переключения, отключения от испытываемых состояний. Через диссоциацию вы возвращаетесь в ситуацию, в контекст здесь и сейчас. И когда вы таким образом погасили свои эмоциональные перезывания, у вас появляется возможность посмотреть на ситуацию здраво и трезво. Да, то есть, ну а почему у меня возникла эта эмоция-то вообще? Ну, потому что, наверное, кто-то что-то мне не дал, то, чего я хотела, да. Или кто-то, может быть, не так отреагировал на мое предложение, как я хотела. Да, это вызвало шмал эмоций. Но когда вы находитесь в спокойном состоянии или близком к спокойному, у вас есть возможность принять уже какие-то другие решения, да. То есть, вы начинаете видеть и себя, и собеседника. Потому что, как правило, когда эмоции захлёстывают, там не видишь ничего, да, мира не видишь. Просто находишься в эмоциях и в состоянии, я всё не так, как я хочу, да. И что же делать, да, только крушить, ломать, там, и, может быть, там, просто требовать. Вот, это один из таких простых моментов, которые позволят снизить эмоциональный нокаут вот этих там истеричных переживаний. Вот это самая диссоциация. Ощутить и вынести из себя, ощутить и вынести из себя, и посмотреть на ситуацию, которая сложилась уже спокойно, ну, с холодным разумом, что называется. Вот, и есть ещё такой момент, вот, связанный с вопросом, очень похожим, как вот справиться с эмоциями. Если вы уже находитесь вот в состоянии, когда вы погружены в нересурсное переживание, там, в эту истерическую эмоцию, точнее, в состояние истерическое, да, вы можете, вот, точно так же сделать вот эту самую диссоциацию, как бы вынести состояние из себя и подумать о том, о каком состоянии вы хотели бы испытывать вместо. Да, то есть подумать о, может быть, людях, которые управляют своими состояниями, да, ну, например, там, был бы я буддийским монахом, как бы я себя ощущал, да, и а как себя чувствуют люди уверенные в себе, когда попадают в такие ситуации, там, и не получают желаемое. И ваш мозг, он очень быстро найдёт вот то самое состояние, которым эмоции нересурсные можно заместить, да, то есть мы сейчас говорим о некотором управлении своими стратегиями мышления, да, то есть по большому счёту наше состояние в том числе следует за этими стратегиями мышления. Если мы мыслим о том, что мы погружены в состояние, соответственно, мы будем это состояние наращивать, ещё больше погружаться. Если мы мыслим об идее, что это состояние можно как бы снять с себя, да, наш мозг начинает эту стратегию реализовывать, потому что у мозга там есть варианты, как это можно сделать. У нас есть достаточно много метафор, которые помогают переключаться из одного состояния в другое. И, соответственно, когда мы ориентируемся на то, что мы нересурсное состояние можем заменить на ресурсное, мы можем предположить некоторую модель того состояния, на которое мы ориентируемся. Какие люди вот так себя хорошо, ресурсно ощущают, на которых мы в ситуациях, которые вызывают у нас истерику, хотели бы быть похожи? Ну, да, чтобы запускалось спокойствие, или запускалась уверенность, или запускалась расслабленность и так далее. Это будет модель мышления, направленная на поиск некоторой модели мира, да, то есть мы подбираем для себя вот такой ресурсный формат переживания в состоянии. Вот, был еще такой интересный вопрос, как мужчине защищаться от манипуляции женщины с помощью истерик и слез. Вот, ну, если сразу прочитать, то возникает ощущение, что каким образом мужчине запустить в себе истерику, вот, чтобы она отпугнула от себя женщину. Собственно говоря, это действительно в том числе может являться инструментом защиты от джинской истерики, да. Если женщина, ну, там, впадает в неадекватное состояние, да, то если мужчина запустит такое же, просто сам по себе факт вот такого неадекватного с точки зрения женщины поведения мужчины резко прервет состояние женщины, да, так называемый коллапс состояния, да, то есть вы можете использовать для прерывания истерики вот такие неожиданные варианты, неожиданные решения, ходы, какие-то действия, слова, там, может быть, там, высказывания, которые просто нарушат привычный ход, привычное течение проявления стратегии. Вот, поэтому если рядом с вами находится кто-то, кто уже близок к состоянию истерики или уже там находится в этом состоянии, да, то прервать это состояние можно вот какими-то неожиданными моментами, да, фактически истерика, она же ориентирована на что? На то, что человек заявляет какое-то свое намерение, да, то есть человек чего-то хочет, он этого не получает, соответственно, он хочет это от кого-то, и либо кто-то реагирует не так, как хочет человек, тем самым все равно нарушая ценность желаемого, вот, и это, ну как вот, прямое развитие стратегии запуска истерического поведения. Соответственно, если в любой момент нарушить вот это уже отработанное развитие, то истерика, она просто распадется, нечему будет запускаться, да, вы фактически тем самым ломаете привычную стратегию. И есть тоже такие варианты, когда там ребенок где-то в публичном месте в магазине устраивает истерику, собственно говоря, он ее устраивает почему? Потому что он хочет что-то получить, он знает, что маме, там, родителям некомфортно, когда он это устраивает в публичном месте, потому что чаще всего дома истерик не бывает. Без свидетелей таких истерик тоже не бывает, то есть дети еще на этапе обучения, то есть проверяют, где истерика работает хорошо, а где она не работает, вот, и соответственно в публичных местах истерики работают вообще идеально, то есть если они вообще у ребенка работают, то там они работают идеально. Что может помочь эту стратегию сломать? Это тот факт, что родитель останется спокойным. Вот, наверное, это такой очень, с одной стороны, простой ответ, вот, но он очень трудно реализуем для родителей, да, потому что у нас действительно очень мало навыков управления собственными эмоциональными состояниями, никого с детства этому не обучают, кроме всего прочего родители сами такие эмоционально неуравновешенные, ну, с точки зрения, там, вот, у них качели тоже могут быть, да, не всегда они в состоянии совладать со своими эмоциями, вот, поэтому истерика ребенка вызывает массу негативных эмоций, чувство вины, что, вот, там, вот, вокруг люди, а ты меня так позоришь, или я вот тебя, что, так плохо воспитал, ну, и так далее. То есть там уже очень много вопросов, которые нужно сразу отправлять, там, на терапевтические какие-то консультации, но, тем не менее, остаться спокойным – это один из лучших вариантов решения проблемы. Неважно, там, с ребенком вы находитесь вот в такой коммуникации, там, с партнером, там, с каким-то близким человеком, сохранение спокойствия – это уже прерывание стратегий. Вот, это один момент. Второй момент – это, как только вы на этом этапе, сохранив спокойствие, включили человека в реальность, он немножечко внутри себя остановится, потому что его подсознание, и видишь, что, ну, что-то не так, люди не так реагируют, почему-то они все спокойны. В этот момент включится, ну, может быть, на долю секунды момент рефлексии, то есть, ну, оценки того, а что происходит не так, может, мне надо погромче орать, или, там, я неявно донес свою мысль, или свое пожелание. В этот момент вы можете показать человеку, что вы все-таки находитесь с ним, с этим человеком, то есть, вы не уходите из коммуникации, вы не бросаете человека, но вы готовы обсуждать его желание, и здесь важный момент – обсуждать, не реализовать, как вот прям вот я захотела, вот тебе все, обсуждать, потому что, когда человек запускает поведение вот истеричное, а фактически все-таки мы помним, что у него там есть какая-то цель, у него есть какое-то внутреннее намерение, которое он хочет реализовать, и не всегда это, там, игрушка, или какой-то предмет, или какая-то форма поведения. За вот этими, казалось бы, озвученными желаниями стоит для него что-то большее, да, ну, например, просто внимания, ну, например, просто не хватает внимания, ну, например, просто хочется больше, там, заботы, и так далее, потому что для ребенка, да, уже тоже много об этом было сказано, что для ребенка гораздо важнее не количество игрушек, а качество времени, которое вы уделяете своему ребенку, и иногда одно подменяется другим, и ребенок постоянно просит игрушки все больше и больше, но на самом деле он этого и сам не осознает, и донести не может, на самом деле он хочет больше внимания, вот именно личное слово, общение, да, вот, и поиграть с вами, вот. Если вы начнете видеть большую цель, некоторое внутреннее намерение за вот этой поведением, за вот этой вот истерикой, за вот этим поведением, у вас появляется возможность, во-первых, остановить погружение в этот нересурсный момент, в истерику, и при этом переключить фокус внимания на суть происходящего, и фактически, ну, возможно, решить проблему во внутренней коммуникации с ребенком, с партнером и с близким человеком. То есть вот таким образом это выглядит в целом, по своей сути. Вот, еще был такой вопрос, как перестать раздражаться по мелочам? Как перестать раздражаться по мелочам? Ну, собственно говоря, здесь мы можем вспомнить о том, что наверняка вы раздражаетесь не на все мелочи. Ну, мелочей вокруг огромное количество. Они там вокруг в вашем доме, они вокруг там на работе у вас, они вокруг в отношениях, там, с разными членами семьи, с разными людьми. И на все реагировать просто невозможно. Соответственно, когда вы говорите, что вы реагируете, раздражаетесь по мелочам, вы имеете в виду, скорее всего, ну, ряд конкретных вещей, связанных с кем-то или с чем-то. И это важно выделить, да, как только вы перестанете вот так вот обобщать, а смените фокус внимания на детали, а что конкретно вас раздражает. После этого вы можете понять, что по большому счету мир не так вот страшен, да, и не так вот он вас сильно раздражает, а есть какие-то моменты, обратив внимание на которые, вы можете их просто поменять, да. То есть, конечно же, если бы у меня был какой-то конкретный пример, да, или вот конкретный человек в эфире, который бы написал какие мелочи, ну, можно было бы найти альтернативу, да, что может раздражать. Вот. Соответственно, если раздражают какие-то предметы, объекты, да, ну, вот я, кстати, недавно в интернете читала, что раздражает там стекло в ванной, которое постоянно там заляпывается, да, то есть там женщина убирает, а там члены семьи его заляпывают, у нее ощущение, что она всегда его убирает. Окей, ну, наверное, есть смысл поговорить членами семьи об этом, потому что, наверное, ну, судя по ее описанию, они даже не в курсе, что ее это раздражает, вот, потому что она считает, что она, ну, как бы, ну, молодец, содержит дом в чистоте и в порядке, и это ее естественная, как бы, функция, ну, то есть она так описывает, как бы она ее принимает, как естественно, естественно, все члены семьи так же думают, и, наверное, они даже не догадываются, что она уже пишет плачущий пост, да, об этом, что вот ей обидно, что ее не ценят. Но, наверное, вот на такие моменты нужно действительно сфокусироваться и каким-то образом обговорить, дать понять, выяснить, да. Если, например, тоже был такой момент, какой-то там постоянно капает кран, и это раздражает, ну, ну, наверное, просто его нужно, ну, там, заменить, починить, там, и так далее. То есть решить вопрос и перестать на вот эти детали реагировать, именно как раздражает все. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, вот, был похожий вопрос, как принять, как принять в человеке то, что в нем, ну, невозможно исправить, невозможно поменять, да, то есть какие-то, видимо, тоже моменты раздражают, но как на них не обращать внимания, как принять. Ну, и здесь нужно вспомнить о том, что есть ценности большего порядка, да, то есть если в случае каких-то деталей, объектов и обобщения до всего мы находили моменты, да, на которые нужно как раз-таки обратить внимание и именно их поменять, то здесь, если мы говорим о другом человеке, конечно же, мы должны посмотреть чуть-чуть шире, мы должны увидеть не просто вот эти элементы и эти детали, а посмотреть на то, частью чего большего, эти элементы и детали в другом человеке, из чего, ну, что вот они дают в результате, да, то есть если вы находитесь рядом с этим человеком, он вам нравится, вы его любите, он член вашей семьи, там, он вам близок, возможно, это коллега, с которым вы сотрудничаете, там, у вас совместные проекты, да, там, общие цели и планы, и как бы вам вместе работать, соответственно, важно помнить, а ради чего вот это всё происходит, да, и тогда, может быть, там, какие-то элементы внешнего вида, особенности, там, поведения, может быть, какие-то слова, которые он произносит, они перестанут вот так вот привлекать ваше внимание, потому что вы будете видеть не вот эти детали, а будете видеть нечто большее, вот то самое отношение тёплое, которое вы испытываете к человеку, либо общие цели, если мы говорим о профессиональном контексте, потому что это гораздо важнее, нежели вот те самые моменты, и эти детали можно как раз-таки будет рассматривать как некоторую индивидуальность этих людей, да, то есть, ну, иначе этот человек был бы другим, если бы у него этого не было, да, если вот этих моментов он не проявлял, вот, ну, и, конечно же, да, есть такой момент, как применение в себе, да, некоторая такая стратегия мышления, когда вы вспоминаете шансы, что у вас тоже есть, какие-то особенности, которые являются вашей индивидуальностью, какие-то, может быть, поведенческие моменты, там, внешние, там, ещё что-то, которые другими людьми принимаются. Принимаются как факт, как часть вас, и вас любят не за вот наличие или отсутствие этого, а вот в целом такие, какие вы есть, да, то есть, мы должны понимать, что фокус внимания, он имеет огромное значение, да, если в некоторых моментах нам важно обратить внимание на детали, то эти прояснения, этих деталей может нам помочь просто их трансформировать. Но если мы понимаем, что эти детали являются неотъемлемой частью, их невозможно трансформировать, они просто как данность, то, конечно же, нам нужно посмотреть, а что больше вас стоит за этими деталями, да, частью чего большего они являются, и тогда мы можем увидеть даже неожиданные для себя какие-то важные для отношений вещи, моменты, которые придадут какой-то больший смысл взаимоотношениям, коммуникациям, и те милые странности будут только, ну, только там добавлять вот этой радости в коммуникации. Ну, вот в целом, вот так вот можно рассматривать, да, какие-то истерические аспекты, да, эмоции, которые включаются, сами по себе не трудно контролировать, то есть как только мы начинаем обращать внимание на стратегии своего мышления, сразу же мы получаем доступ к управлению своими эмоциями и своими переживаниями. Так, и еще сейчас вот был вопрос, давайте я посмотрю, может быть, что там написали, пока нет. Ну, если есть вопросы у вас, вы можете их задавать, я отвечу на них. Так, а из того, что я получила раньше, ну, откуда берутся истерики, мы обсудили с вами, да, и у малыша. Так, ну, в общем-то, да, все вопросы мы обсудили, вот еще один, какие есть техники НОПИ для того, чтобы научиться быстро выходить из истерики. Какие есть техники НОПИ, чтобы быстро выходить из истерики. Ну, давайте так, НОПИ достаточно объемная сфера и очень много технологий, которые она в себя включает. Если мы будем говорить об эмоциях, то, конечно же, нужно понимать, что такое эмоции, как их отследить в других, как их отследить в себе. И само по себе знание о структуре эмоций позволяет в том числе получать и доступ к управлению этими эмоциями. Потому что, конечно же, чаще всего бывает проще предупредить развитие той или иной эмоции, нежели потом с ней справиться. И вот как раз-таки НОПИ этому и обучает, да, обучает тому, как увидеть эмоцию, там, как отследить, как прочувствовать ее зарождение, для того, чтобы, ну, не просто там привычным образом скользнуть в эту эмоцию, а чтобы можно было ее перенаправить. То есть энергия, она остается в любом случае, но вопрос, что эту энергию можно направить в мирное русло, да, туда, куда вам нужно использовать так, как вы хотите ее использовать, а не привычным способом, которым вы, там, недовольны. Поэтому, конечно же, есть ряд технологий, которые позволяют определять вот эти нересурсные, да, эмоциональные состояния, переживания. Ну, и есть, конечно, техники, которые позволяют, наоборот, создавать, вот, трансформировать нересурсные уже существующие эмоциональные состояния, переводить их в ресурс, но при этом есть технологии, которые позволяют просто создавать состояния, которые будут вам давать, там, силу, энергию, включать вас в жизнь, там, двигать вас туда, куда вы хотите. То есть, вы получаете достаточно, ну, такой, серьезный инструментарий по управлению собственными состояниями и по формированию новых состояний, которые будут вам давать какой-то ресурс. Вот вопрос от Катерины. Юль, есть ли приемы быстро встряхнуть человека, когда он рдает в состоянии истерики? Ну, давайте так, все-таки, когда человек уже рыдает в состоянии истерики, это, соответственно, у него уже есть внутри определенный биохимический коктейль, да, потому что мы не можем просто взять и, там, голову отсоединить от биохимии тела. Вот, поэтому, если человек уже, там, погружен в это состояние, есть смысл это состояние отреагировать, да, то есть, в принципе, позволить ему, там, выплакаться, выразить свои эмоции. Контексты, конечно же, бывают разные, где-то это бывает более-менее уместно, ну, например, если дома, где-то так, ну, где время, место позволяют, это вообще идеальный вариант, чтобы человек, ну, просто эмоцию свою прожил, тело должно прожить, чтобы не оставалось никаких напряжений, никаких зажимов. Ну, например, если нет вот таких возможностей, контекст не очень подходящий для просто проживания, то можно просто немножечко ускорить этот процесс, да, оборвать жестко, наверное, можно через прерывание шаблона, да, сделать что-то неожиданное, вот просто вот то, что порвет знание человека о мире, да, там, будет для него полным нарушением стратегии, вот. Но, наверное, это тоже будет достаточно резко и не очень экологично. Но самый, наверное, такой экологичный, что ли, такой вариант, это если продемонстрировать человеку, что вы находитесь рядом с ним, что вы его поняли, ну, в смысле, вы поняли, что он переживает, вы поняли, что он что-то хочет получить, вы поняли, что печалитесь, может быть, вместе с ним, что невозможно это получить. Фактически, личное присутствие, оно ускорит процесс того, что человек начнет успокаиваться. Он начнет успокаиваться, он поймет, что вы рядом, он поймет, что вы его понимаете, а это самое главное, потому что в истерике само по себе внимание является ценностью, в том числе является ценностью. Дайте это внимание. И тогда появится точка, после которой можно продолжать разговор с человеком, уже задавая ему вопросы, да, чего ты хочешь на самом деле. А ты хочешь один поплакать или с тобой посидеть. Как только вы человеку даете разрешение на проживание этой эмоции, вы можете даже разрешить еще сильнее плакать. Как только ребенок или взрослый человек получает такое разрешение, поверьте, плакать уже неинтересно. Вообще неинтересно, и начнется процесс успокаивания. То есть и человек сам себя достаточно быстро тоже успокоит. На этот счет можете быть абсолютно уверены. Какие зажимы негативные. Ну, давайте так. Вот все-таки есть небольшая разница между проживанием истерики ребенком и взрослым человеком. Когда ребенок, это все-таки еще исследование мира, и там отработка стратегии, она должна быть достаточно разнообразной. И истерика, это должна быть одна из многих стратегий, которые нужно попробовать. И иногда она тоже может, в принципе, давать свой результат. Но не 100%, чтобы эта стратегия не стала ведущей. Вот, потому что когда человек, например, понимает, что давлением он тоже может получить результат, то у взрослого человека эта стратегия не будет переходить в истерику, а может проявляться просто как жесткое требование того, что, ну, например, принадлежит по праву. Окей, и это нормальный взрослый будет подход. При этом, что человек и другими способами тоже умеет получать то, что ему нужно. Истерика, почему она столь яркая? Потому что это единственный способ, и других нет. И, соответственно, чем ярче будут эмоциональные проявления, соответственно, переживания, тем в мозгу есть идея, идея, она ложная, но она существует. Значит, чем ярче, тем точнее будет результат. Вот, поэтому она является, что называется, гиперболизированной вот такой поведенческой стратегией с эмоциональными реакциями. Но если у ребёнка есть другие варианты, то, в общем-то, там не будет ни зажимов, ни напряжений. Ребёнок будет легко переходить к разным способам переговоры, там, коммуникация, хитрость, там, ещё что-то. Ну, при этом это будет достаточно гармонично для него. Вот, но если у ребёнка нет других способов, кроме истерики, то тогда могут возникать зажимы, могут возникать напряжения. И, в принципе, то, что называется некоторыми импринтами в том числе, да, тоже туда это может попадать. Потому что только один вариант выбора нет, пан или поправал, и тогда истерические проявления могут быть, ну, очень разрушительны, потому что наше тело всегда вовлекается. То есть, если сначала истерика является игрой и проверкой, то как только она фиксируется, как единственный возможный вариант достижения целей, тело подключается, запускаются эмоции, и, соответственно, ну, как бы там уже может включаться уже и психосоматическое влияние на тело. Ну, вот грань, это вот действительно, если вы понимаете, что ребёнок уже увлёкся, если мы о детях, да, если он уже увлёкся, то там вариант дать ему на данный момент перепрожить, вот, выпустить вот ту самую энергию, вот ту самую биохимию, потому что она должна быть выпущена, да, то есть должно случиться некоторое истощение. Ну, а на будущее есть смысл уже просто показывать ребёнку фактически в процессе воспитания, в процессе обучения и другие варианты. Просто к этому нужно будет подойти осознанно. Если ребёнок считает истерику единственным вариантом, то для вас это должно стать некоторым таким сигналом, а почему так, почему ребёнок по-другому, ну, никак, почему он падает в истерику. Это значит, что-то вот пошло не так, и показать ему ещё варианты. Угу. Вот. Ну что, на ваши вопросы, которые у меня были заготовлены, я ответила, вот. Я думаю, что все эти вещи, они вам, в принципе, полезны, и они просты в исполнении. С одной стороны, да, но, как всегда, проще сказать, чем сделать, и, конечно же, навык управления собой, если мы никогда этим не занимались ранее, он требует просто большей внимательности, чем обычно к своим собственным эмоциональным перезываниям, да. навыку отслеживать свои состояния, навыку отслеживать состояние других людей, чтобы вовремя включиться, чтобы не допустить, чтобы переключить внимание, особенно если мы говорим о детях. И, конечно же, если эмоциональные состояния запущены, то, в принципе, есть техники, которые позволяют из этого состояния выйти. Это навык некоторой диссоциации, да, это навык подумать о том, какие другие состояния могут быть полезны, да, некоторая другая модель мира, как можно по-другому отреагировать. Это осознанное планирование и проигрывание вариантов, как можно получить то, чего ты хочешь. И очень часто бывает так, что мы, когда говорим о том, чего мы хотим, за этим стоит нечто большее. И вот это нечто большее было бы хорошо осознать, потому что зачастую, если вы начинаете понимать себя глубже, место истерики просто не остаётся. Вы просто получаете то, чего хотите, а вот ваши поверхностные желания могут являться просто некоторым триггером, который запускает истеричное состояние, но не даёт реализации вот той самой большей ценности. Вот, поэтому больше внимательности к себе и в какой-то момент пробуйте простые вещи для практического применения. То есть, если вы уже знаете, что в каких-то ситуациях у вас возникает стремление, или вас просто уносят в эту истерику, просто помните о том, что вы можете себя успокоить, вы можете себя переключить, и вы можете другим экологичным для вас способом решить задачу. Поэтому, если вы в дальнейшем в комментариях напишите о том, в каких ситуациях вы оказались, и как вы применили те подходы, о которых я сегодня говорила, будет здорово, мы с вами обсудим. Если будут дополнительные вопросы, обязательно пишите. Ну, и на сегодня мы с вами заканчиваем. Эфир я обязательно сохраню. И скажу, что послезавтра, 13-го числа, мы с вами поговорим в эфире, поговорим в эфире о том, как использовать НЛП вместо ревности. Так что готовьте свои вопросы. Жду вас на вечернем эфире в 19.00. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok